привет интернет полон вредных советов которые реально могут испортить ваши отношения поэтому сегодня мы будем разбирать это подробно девчонкам ты дарил дорогие подарки нет никогда не дарил дорогие подарки девчонка это порочный круг просто дарить девчонкам дорогие подарки это портит и тебя и девчонку это не может быть каким-то авансом за что-то это все испорченные отношения изначально неправильно криво пошедшие когда надо свое расположение чем-то покупать павел воля не надо дарить дорогие подарки девушкам потому что это их портит отчасти есть им согласен отчасти нет то есть я согласен с тем что не нужно заслуживать любовь холодной женщины подарками или думать что если я сейчас задарю подарками впечатлю запудрю мозг и она мной очаруется потому что я классно за не ухаживал в этом контексте я с вашей полностью согласен с другой стороны если мужчина понимает что этот мужчина нравится женщине как мужчина и я понимаю как мужчина что эта женщина на меня смотрит полноценно и мне с ней приятно взаимодействовать тогда мне приятно подарить ей подарок вопрос из какого состояния даю подарок я дарил разные подарки женщинам но я это делал точно не из позиции заслужить любовь или типа посмотри эти такой подарок подарил поэтому я молодец или вот ты такая холодная не смотришь на меня не обращаешь внимание вот я тебе сейчас впечатлю или ты во мне сомневаешься нет я тебе сейчас докажу вот в этом плане я с пашей полностью согласен с другой стороны если взаимодействует девушка на первых этапах допустим я еще ну потенциально рассматриваю как жену но я не знаю как дальше сложится и мне приятно с ней взаимодействовать мы на равных взаимодействуем да мне ценности общения понимаю какими глазами на на меня смотрят и мне приятно и сделать хорошо то почему бы мне ее не порадовать почему бы ей не сделать какой-то весомый классный подарочек и тем самым порадовав себя как мужчину то есть когда я это делал я понимал что я сам от этого получаю классные эмоции не так давно тоже мне задала одна девочка такой вопрос но когда у вас уже когда уже будут девять и это слышал ты задаешь такой вопрос ты вообще на секунду хотя бы задумалась что может быть я не могу по какой-то причине родить и поэтому до сих пор не родила может у меня здоровье по-женски может быть проблем может быть просто пока не время катя варнава блин аплодирую ты страны вот эти токсичные вопросы а когда ты женишься когда ты выйдешь замуж а когда ты родишь важно понимать что эти вопросы агрессивные токсичные люди конечно же вежливо когда ты достиг вот такая хорошая когда-то радишь бывает и такая вот красивая девушка что с тобой не так почему то не замужем знаете что это абьюзеры это абьюз абьюз это не только когда мужчина подавляет женщину а бьос это когда родители поднимают руку на детей абьюз это когда комментаторы приходят когда ты родишь когда ты когда ты там что-то это такое ощущение знаете что если женщина не родила на что не полноценная если женщина 30 плюс не замужем значит она какая-то не такая да поверьте любая девушка 30 plus она может выйти замуж просто эта женщина не хочет размениваться на что попало она может понимать что она не проработана может она не хочет травмировать другого человека поэтому у нее какие-то свои планы. И поэтому, когда люди задают вам такой вопрос, если вы относитесь к получателям таких вопросов, знайте, перед вами абьюзеры. И они задают вопрос не потому, что они о вас заботятся, не потому, что они вас любят. Они задают вопрос, чтобы вас задеть и чтобы вас разозлить. И от этого получить удовольствие. Ты обращалась к психологу или сама справилась с этим? Один раз обращалась и больше никогда этого не сделала. Ты считаешь, что психологи не могут помочь? Мне нет. Я столкнулась с такой ситуацией, когда я пришла после развода к психологу, вывела в состояние дикой боли. И я поняла, что нет, я могу сама. Лучше меня никто не справится с моими проблемами. Оля Бузова про психологов. Здесь мы видим пример человека. На примере Оли. Это когда человек сходил один раз к психологу и на основании этого сделал вывод о всей индустрии. Или это все равно, что сходить один раз на свидание с девушкой, которая заказала гору еды. И мужчина рассчитался за это все. И в итоге он почувствовал себя использованным, считать, что все девушки такие. Если одна девушка какая-то, это не значит, что все девушки такие. Если как-то психолог проявлялся, как-то работал, это не значит, что вся индустрия психологии такова. Проблема в том, что даже большинство людей, которые ходят психологом, они даже не знают, в каком методе они работают. То есть, если спросить у человека, вот ты занимаешься психологом, а ты метод психолога знаешь, большинство людей даже не интересуются. И они даже не понимают, что, оказывается, есть разные методы, есть разные подходы. И даже если взять один и тот же метод, в этом методе разные психологи работают не одинаково. И поэтому об этом может складываться разное впечатление. Потому что на рынке много психологов с тонной образований, и даже с большим опытом работы. Но это не гарантия того, что этот психолог произведет на вас положительное впечатление, и вы поймете, что, о, да, действительно, это работает. Именно поэтому, так как я понимаю эту индустрию очень глубоко, понимаю разницу между подходами, методами, разными модальностями. Я был и в качестве студента, и в качестве клиента разных психологов в разных методах, с разным опытом. Поэтому я это понимаю молекулярно. И, соответственно, именно поэтому мы учим психологов в моем институте. Я считаю, современных психологов, которые знают разные методы, подходы в разных направлениях, берут из этого лучшее. И когда дальше они уже идут прокачиваться по вашей квалификации, они это делают не по залету, а случайно, ну, в каком-то методе оказался, а уже суперосознанно. И четко понимая отличия, плюсы и минусы разных подходов. Поэтому, если вы хотите разобраться в психологии для себя, потому что вы хотите стать профессиональным клиентом, правильнее выбирать других психологов. Либо вы хотите разобраться в целом со своей жизнью, с вашей психикой, психоэмоциональным состоянием. Либо вы хотите получить сейчас или в будущем профессию психолог-консультант, зарабатывать онлайн из любой точки мира, работать с клиентами онлайн с любой точки мира, получить диплом, который имеет государственную лицензию. Также получить диплом MBA европейский, который котируется во всем мире. Тогда прямо сейчас приглашаю вас на бесплатный онлайн-курс «Как стать психологом с нуля для себя либо как профессия», где за несколько дней я раскрою эту тему максимально подробно. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи. Чтобы писать смс-ки первые там, нет? Вообще, я первый, ни пьяный, никакой вообще, нет. Если я могу себе локоть откусить, просто что угодно привязать себя к батарее, я не напишу, если я не чувствую, что кто-то во мне нуждается. Ни друзьям, ни мужчинам, никому вообще. Ни друзьям, ни мужчине, никому мне нужно почувствовать сначала себя нужной. Этот термин в психологии называется контрзависимость. Если говорить про мужчин, абсолютно нормально писать первый. Абсолютно нормально писать первый. Ненормально – это когда женщина тянет все на своих плечах, когда женщина завоевывает мужчину, когда женщина уговаривает мужчину, борется за мужчину, сражается за мужчину. Это плохо. Подмена понятий происходит в интернете. Кажется, что проявлять инициативу. Зачем такие громкие названия? Давайте не будем обзывать, просто скажем, написать смс-ку первый. Ну, иногда, не нужно всегда, но если вы иногда пишите первый, и мужчина иногда пишет первым, да, то есть у вас это чередуется, и в целом мужчина для вас классно проявляется, что плохого в том, чтобы писать первый? Более того, женщинам кажется, что мужчина, ну он же меня видел в жизни, ну у нас же было свидание, ну вот если бы ему понравилось, да, точно, то он бы там точно горы бы сворачивал. Он же, он же понимает, какая я. Это иллюзия, потому что вы же в мужчинах сомневаетесь, ну вот мужчина, ну вроде симпатичный, ну вроде сомнений, ну вроде там хороший, а вроде нет. Вот вы как будто бы внутри торгуетесь. А почему торгуетесь? Ну потому что вы не понимаете, какой человек перед вами, да, вы там недостаточно с ним взаимодействовали, недостаточно информации, чтобы сделать финальные выводы. А с чего вы взяли, что мужчины о вас понимают больше? Что, а на основании чего он должен был взять вывод? На основании вашей внешности? То есть серьезно, вы хотите, чтобы он вас увидел и только ради внешности для вас там горы сворачивал? Он нормальный мужчина, он точно так же хочет больше информации о вас, понимать больше ваших проявлений. Он точно так же сомневается в себе, у него точно так же есть стрессы. обожаю. Вот женщинам кажется, что мужчина, он уверен, он приходит после свидания и такой, я ей точно понравился. Сомнений нет, подумаю, писать ей первым или нет. Серьезно? Или, не, ну он же там, у него такая работа хорошая, ой, у него такой автомобиль такой шикарный. Не, ну у него там бизнес или карьера. Не, ну он-то точно там в себе не сомневается. Он так уверенно себя вел на свидание. Любой человек в себе сомневается. Любой, только нарцисс и эгоист, внушивший себе, что он или она божество, они, наверное, в своих фантазиях считают себя совершенными. Но и то даже нарциссы на самом деле в себе сомневаются. И поэтому уберите это убеждение, что мужчины не сомневаются, что мужчина точно знает, что вот если бы вы там взаимодействовали какое-то достаточное время и мужчина, вы уже понимаете, что мужчина вас видел в разных проявлениях, в разных ситуациях. Это другая ситуация. Короче, писать первое – это нормально. Ненормально давать деньги мужчине, ненормально приводить мужчину в свою квартиру, ненормально жить, с моей точки зрения, когда финансы 50 на 50, ненормально, там, абьюз ненормальный. То есть есть вещи, которые точно ненормальны. Писать первой, иногда, периодически, ничего в этом ужасного или никакого красного флага в этом нет. Более того, нормальные мужчины это только ценят. И для них это плюс. И нормальные мужчины не воспринимают это. Ой, падшая женщина, наверное, она никому не нужна. Представляете, присыпается он утром или на работе, и тут от нее смс, и он такой думает, падшая женщина, наверное, она никому не нужна. Да, и поэтому, наверное, она написала мне первый. Фу-фу-фу. Вот серьезно, вы так думаете, что кто-то так рассуждает? Какой-нибудь вонючий нищеброд так рассуждает. Нормальный мужчина, наоборот, благодарен, что женщина написала первый, пока он там заработался, или она напомнила о себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова